День, когда я стал богатым Я стал с 25-26 долларов И вот я звоню ему, он не отвечает на мои звонки Он скрывается, деньги нужны, он меня игнорирует Я его не игнорировал, поэтому я крайне и крайне раздражен И посреди всей этой ситуации, я, конечно, думаю прагматично Потому что у меня было 25 с мелочью, 26 долларов Ну и что же мне было делать? Планов никаких не было Были постоянные расходы Я жил в маленькой, совершенно крохотной квартирке в Вене, в Калифорнии Поэтому я подумал, хорошо, денег не было В 17 лет, когда у меня не было денег Я помню, что я тогда шел куда-нибудь в ресторан, где был шведский стол И я там загружался на всю неделю Поэтому я был тогда в Венос И я ехал в Рино Дел Рей, где все яхты, богатые люди Там есть местечко Элторидо Я отправлялся туда, и там можно было кушать сколько хочешь И можно было с собой набрать еды Вот туда и отправился Я не поехал туда на машине, потому что было жалко денег на бензин Плюс нужно было прогуляться, и вот я пошел Я захожу, я не был хорошо одет, но там это было нормально Я сажусь рядом с окошком, яхты проходят мимо И я мечтаю, какой могла бы быть моя жизнь И мой гнев начинает потихоньку испаряться Я начинаю думать о том, что хочу, вместо того, чего не хочу, скажи я И это немножко изменило меня Вот я кушаю, и опять же чувствую себя лучше Огромная тарелка всякой еды И сколько это стоило, 6 или 7 долларов, я не помню сейчас точно И вот, думаю, наверное, мог бы я покушать тогда 3 или 4 раза И вот я уже почти покушал Маленький мальчик заходит, он надет в маленький костюм Ему было, наверное, 8-9 лет, примерно столько И был такой милый парень И вот он открывает дверь для своей мамы И вот очень красивая женщина заходит И он отодвигает стул, она садится И, конечно, она была красивой женщиной Но, тем не менее, я почему-то смотрел на него, на этого мальчика Потому что в нем, в нем что-то было А ему было всего 7 или 8 лет И меня это глубоко тронуло Не знаю почему, просто что-то, что-то привлекло в нем Я думаю, какой классный парень Я хочу обращать на него внимание, я хочу посмотреть, что он будет делать И вот я заплатил за свою еду 6 или 7 долларов Не помню точно, сколько у меня осталось, 17, 18, 19 долларов Я подхожу к этому мальчику и говорю, извините, пожалуйста Я хочу поблагодарить вас за то, что вы прекрасный джентльмен Я видел, как вы общаетесь со своей девушкой Вы открыли дверь, вы посадили ее Это просто класс Я говорю, меня зовут Тони Как вас зовут? Я не помню, как его звали, Чарли или что-то в этом роде Он смотрит на меня Я говорю, Чарли Знаешь, просто потрясающе, что ты свою девушку привел сюда, в этот ресторан Он говорит, знаете, это моя мама, это не девушка Я говорю, а это еще круче, еще круче И он говорит, ну я ее не привел Ну понимаете, я маленький, мне еще там 7 или 8 лет Я говорю, нет, ты привел И я не планировал всю эту речь Я просто достаю все деньги, 18 долларов И кладу их на стол Говорю, это твои деньги Ты ее привел Он смотрит на меня и говорит, я не могу принять эти деньги от вас Я говорю, да нет, можешь Он говорит, почему? Я говорю, потому что я больше, чем ты И вот он улыбнулся И я ушел оттуда, даже не оглянулся на них Вышел из этого ресторана И пошел домой Наверное, мне нужно было сильно переживать, бояться Где я возьму деньги, даже на еду не было ни цента Но я понимал, что что-то внутри меня в тот момент изменилось Я сумел побороть недостаток И вдруг я понял, что внутри нас есть что-то больше, чем наши собственные ограничения Особенно ограничения, связанные с деньгами Которым я позволял терроризировать меня так долго И вот я прихожу домой И получаю письмо Я даже не знал, где мне взять денег Вот я получаю письмо, мне его вручают Это тот самый парень, которому я занял когда-то денег И вот там записка, он говорит Извини, я тебя избегал, это неправильно Я прошу прощения, ты помог мне в трудную минуту Вот что я тебе должен, плюс немножечко больше И там было 1200 долларов, плюс еще сверху 100 долларов Вот за то время, которое прошло И для меня 1300 долларов, но я на эти деньги мог жить месяц или даже два месяца тогда Тогда я плакал И стал думать, а что все это означает? Я подумал Наверное, это означает Что каждый раз, когда ты что-то отдаешь Тебе это всегда вернется Поэтому даже не нужно переживать и париться по этому поводу Просто жертва, просто давай И награда будет гораздо больше, чем ты можешь себе представить Не знаю, было ли это случайностью Но я с того момента стал считать, что это мой день, когда я стал богатым И честно говоря, да, у меня были сложные дни Финансово-эмоционально, как у каждого из нас Но никогда я не оказывался снова в такой бедноте, в таком трудном положении Секрет жизни — это даяние Делай, когда у тебя есть деньги, когда нет денег И я обещаю тебе, никогда в твоей жизни не будет недостатка Это все